Дороги и вновь они родные. На этот раз мы коснемся темы так называемого ямочного ремонта. Жители нашего родного города Амурска, наверное, заметили, что на днях дорожные службы принялись за так называемый ямочный ремонт дорог в Амурске. Рабочие уже начали подготовительные работы, сделав разметки ямок и удалив их по контуру. В результате чего на дорогах появилась масса квадратных и прямоугольных углублений различного размера. Наша съемочная группа решила выяснить, какая толщина у относительно недавно положенного асфальта. Для начала немного справки. Согласно ныне действующего ГОСТа, толщина асфальта бетонного покрытия на внутридворовых дорогах должна составлять от 4-5 сантиметров. А уже для городских дорог общего пользования она должна составлять минимум 8 сантиметров. Повторим, минимум 8 сантиметров. И это при условии, что по такой дороге не будут ездить большегрузные машины. Решив узнать, какая толщина асфальта от поверхности до слоя щебенки, которая находится под ним, мы объехали фактически все дороги в городе, где начали проводить ремонтные работы. Но так, к сожалению, и не нашли места, где же толщина асфальта будет соответствовать цифрам ГОСТа. Ни в одном месте дороги общего пользования мы не увидели тех самых 8 сантиметров. 6, 5, 2,5 и даже 1 сантиметр. А теперь вопрос к чиновникам городской администрации и к тем людям, которые так рьяно защищают главу Амурска от нападок злобных журналистов. Почему толщина асфальта ни в одном месте не соответствует ГОСТу? Кто в этом виноват? Когда будет все исправлено? Почему за это до сих пор никто не ответил? Ждем ответа хотя бы на эти вопросы уважаемый глава городского поселения города Амурск Борис Петрович Редькин. А уж если у вас нет возможности прийти к нам в студию для интервью или прислать хоть кого-то из своих замов, предоставьте ответ в письменном виде. И еще, это не злобные журналисты разжигают смуту. Это жители Амурска. Налогоплательщики хотят знать, куда уходят их деньги. У нас кладут асфальт местами и немного, чтоб всякий оккупант на подступах застрял. Редактор субтитров А.Семкин